Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Учитывается и сила цвета, сам цвет, время горения этого изделия феерверчного в воздухе Допустим, форсовые изделия, они очень яркие, представляют собой летящую комету Цвета пламенные, они раскрываются просто как цветочек Каждый салют должен быть неповторимым и чтобы следующая огненная феерия, да и комбинация выстрелов не совпадали с предыдущим годом, у военных есть интересная традиция Для того, чтобы не было привязанности к каким-то стереотипам, то есть не повторялись эти карты заряжания, мы по традиции их заряжаем в мортиру и во время салюта ее просто выстреливаем То есть символический выстрел? Да, мы ее уничтожаем для того, чтобы в следующем году, для следующего салюта уже опять творчески работать Празднование Дня Победы в Могилеве начинается традиционно в 10 утра на площади Ленина Для зрителей, в числе которых будут и ветераны, праздник начинается с торжественного прохождения войск Могилевского гарнизона Генеральная репетиция парада прошла 8 мая Тут не может быть ошибки, нога в ногу, приветствие и, разумеется, традиционное прощание славянки Не только военнослужащие Министерства обороны, но также Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство внутренних дел и, соответственно, наше кадетское Могилевское училище Я думаю, что для жителей города Могилева это будет знаково, это будет традиционно и красиво Ура! 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 В 71-й раз наш Могилев отметил великий праздник – День Победы Начался он на площади Ленина с торжественного марша воинских частей Могилевского гарнизона Расскажите, а вы помните первый день Победы? Где вы его встретили? Возле Берлина Да, возле Берлина Уже объявили в такое время, что война закончилась И мы прыгали от радости под облака все Вы каждый год ходите на парад? Обязательно, каждый год ходим Да как же! Это же наш праздник, мы его кровью отстояли, защитили Родину Традиционно праздник продолжился шествием с площади Ленина до площади Славы Главными участниками шествия стали ветераны Великой Отечественной К Победе они прошли тысячи километров Обороняли Москву, сражались под Сталинградами на Курской дуге Освобождали Беларусь и брали Берлин Здравствуйте, с Днем Победы! Скажите, что для вас значит этот праздник? Великий праздник Великий Мы очень много положили Я вот родом с Россией Из того места, где призывался Не вернулся каждый второй, кто был на фронте Я освобождал Могилев За Могилев получил Медаль за Славу Под мирным небом выросло уже не одно поколение Но нет ни одной белорусской семьи, которая не коснулась бы пожар той войны В 71-й раз потомки победителей Сказали спасибо за их великий подвиг И отдали дань памяти тем, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной Скажите, пожалуйста, это ваш дед? Дед, это мой Юрченко Дмитрий Александрович Где он воевал? Первый Белорусский фронт Он освобождал Севастополь, Керчь, Таманский пелоостров Оттуда уже уходил на Берлин Отец Чумаков Петр Иванович, он наверху Свекор, герой Советского Союза Васильчук Александр Дмитриевич Летал вместе с бедой Этот великий праздник объединяет поколения Поэтому в одной колонии с ветеранами идут внуки и правнуки тех, кто 4 года приближал победу и встретил ее на руинах Рейхстага Для меня это очень большая честь, чтобы идти на этом параде И я очень дорожу тем, что мы победили в этой войне Закончилось праздничное шествие на площади Славы, где состоялся митинг С возложением цветов и венков к вечному огню И прошел театрализованный концерт Поле и бич ударит по лицу И над полем пламя полыхнет Той тропой мы пойдем к творцу Что за родину погибших ждет Участник войны, могилевчанин Александр Михайлович Сиваков 9 мая отмечает сразу два больших праздника День Победы и свой день рождения По традиции ветеран именинник собирает дома много друзей и родных В числе приглашенных и наша программа Александр Михайлович встречает праздник в окружении детей, внуков, друзей и коллег Пересматривая фото, вспоминает, как 19-летним мальчишкой узнал, что такое война Тогда выпускник Саша Сиваков, зачисленный в Ленинградскую военно-медицинскую академию Он спешил в родную деревню Проточное Быховского района Александр Сиваков стал партизаном-разведчиком 255-го партизанского отряда 8-й Рогачевской бригады Не было случая, чтобы он не выполнил задание Перед операцией «Багратион» следил за движением немецких войск на шоссе Могилев-Бобруйск Информировал армию, удерживающую плацдарм на берегу реки Друдь Участвуя в операции «Минский котел» партизан Сиваков взял в плен двух немцев А в августе 1944-го он уже был на фронте В составе 2-й мотострелковой бригады 3-го гвардейского котельниковского танкового корпуса В должности телефониста Тогда же под литовским городом Шауляй немцы решили прорвать оборону И вдруг, некоторое время, лавина танков Лавина и прямо на наше расположение И надо же, когда бьют, тут звоню взводному Не отвечает, ну что, надо бежать Под шквалистым огнем Сиваков прополз 20 метров и соединил телефонный провод За это получил орден Красной Звезды Александр Сиваков участвовал в боях на 3-м Белорусском, 1-м Прибалтийском и 2-м Белорусском фронтах Воевал в Клайпиде, Гдыне, Данциге, Щетине Про таких, как Александр Михайлович, говорят Родился в рубашке Несколько раз пули задевали его форму Одна прошла в сантиметре от головы О победе узнал в Германии, в городе Росток Тогда в порывах ликования и про свой день рождения он и не вспоминал Александр Сиваков награжден двумя медалями за отвагу Орденами Великой Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды и другими медалями В этом году, 9 мая, Александру Михайловичу исполнилось 94 года Все равно на первом месте День Победы Первое слово произношу Здравницу за День Победы И за память тех, кто не дожил до этого дня Александр Михайлович и сейчас выходит на парад Правда, здоровье позволяет смотреть нашествие только из окна Но каждый раз он машет вслед и вспоминает свой первый парад 9 мая 1945 года Птиц Победы запускали в Могилевской школе искусств номер один Дети своими руками делали бумажных журавликов и вместе с ветеранами загадывали самые заветные желания Сначала малыши мастерили бумажных птичек У кого-то журавлик оригами, у кого-то кружевной белый голубь Каждый из участников вкладывает свой смысл в этот красивый символический ритуал Я ее прикреплю на шарики, запущу на небо Журавлик это символ свободы и жизни и на 9 мая, как мы победили с немцами Я знаю, что надо запускать журавликов и загадывать желание, чтобы всегда был мир Как только приходят ветераны, их сразу же обступают в стайки младшеклассников Ветеранов засыпают вопросами неожиданными и забавными Просят рассказать про Северный полюс, как спастись от белых медведей Ветераны с улыбкой отвечают Это и есть, совсем не для галочки, настоящее живое общение поколения Готовую птичку нужно закрепить на шарик с гелием А потом радостная гурьба высыпает на школьный двор Кульминация праздника – птицы на разноцветных шарах взлетают в небо В глазах малышей восторг, в глазах ветеранов слезы Восторг от этих шаров, от всего этого Это настолько восхитительно, настолько тепло, настолько радостно Всех с праздником, с праздником, с праздником, с праздником Это чистая радость от теплого майского дня, от голубого неба От счастья сделать маленькими детскими руками – большое доброе дело Забыл, когда слезы на глазах были Мне вот девочка подарила вот эту, да, открыточку Я развернул, а тут написано Вот так, детской рукой Я не знаю, что может быть дороже Великолепная организация, дети умнички, все здорово Ветераны говорят, что нет ничего дороже вот этих подарков И главное, чтобы все загаданные малышами желания сбылись 9 мая на Могилевских улицах было многолюдно День Победы праздновали не только могилевчане, но и гости нашего города Я приехал на родину свою с Украины, с города Одесса Это отец, который воевал в годы Великой Отечественной войны В нашем роду много кто воевал У дедушки пять сыновей, и пять сыновей все воевали Мы воспитывались на их подвигах, они нас воспитали Я стал офицером Вы специально приехали на День Победы сюда? Специально, только специально Скажите, а ваше решение стать офицером, это пример ваших родственников, которые воевали? Сто процентов Одной из главных праздничных площадок по традиции стал Печерский лесопарк Сюда горожане приходили целыми семьями, чтобы отведать настоящие солдатские каши И послушать песни, фонтовые и современные В пляс перед эстрадой пускались даже самые маленькие могилевчане Мы очень гордимся своими дедами, бабушками И нам очень приятен этот праздник И мы каждый год приходим сюда с родителями, с племянниками, с племянницами И будем приходить и помнить, и большое им хотим сказать спасибо Этот праздник это все, это наша жизнь, это жизнь наших внуков Это светлое солнце, голубое небо И желаю, поздравляю всех с праздником Победы, желаю всем здоровья и процветания нашей стране Кстати, солдатской кашей могилевчане угощались не только в Печерском лесопарке Полевую кухню развернули и на улице Первомайской, недалеко от музея имени Павла Масленникова Дети едят кашу с удовольствием Ту кашу, которую бы дома никто бы никогда не ел, почему только речку не любят Тут сказали, что она такая вкусная, такой дома никогда не бывает Что это вон уже по две порции съели Наверное, это от того, что такой праздник большой, великий Что это на генетическом уровне, они сказали, что это та каша, которую ели деды во время войны У тебя такая пилотка красивая, а кто в такой пилотке во время войны ходил? Красноармейцы А скажи, какой мы праздник сегодня празднуем? 9 мая, День Победы Все могилевчане от мала до велика помнят о великом подвиге их предков Ведь именно благодаря ему живет в мире и подрастает новое поколение С этой стороны вещи, солдат вермахта, какие-то бытовые детали, мелочи Которые более ясно дают представление о том, чем занимались в окопах простые немецкие солдаты С этой стороны наши обмундирования, различные тоже мелочи, которые дают также ясную картину о быте И вот это центральное место, объединяющее обе стороны Больничная кровать, боль, смерть, никого не делили на своих и чужих Выставка «Здесь первый шаг сделала война» проходит в Могилевском краеведческом музее Вместе с могилевчанами экспозицию формировали и представители фонда фортификации Бреста Через предметы быта, через предметы личной гигиены, через предметы экипировки, муниции, униформе Попытаться побыть в шкуре бойцов и увидеть мелочи войны, часто которые остаются за кадром Письма Семена Федоровича Кутепова с Буйнического поля, простые и очень человечные В дороге с удовольствием к рызу положены тобой семечки с медом, они вкусные Документы, обмундирование, фотографии Многие экспонаты предоставлены историками-любителями, собиравшими материалы о своих предках Ценность этого письма в том, что там перечисляются фамилии бойцов, с которыми он был связан А также упоминается и 39 подбитых танков Вот, вот здесь Вот такой совсем неразборчивый Ага, вижу 39 Почитать Почему я вот на это обращаю внимание? Потому что сейчас вот как-то вот сомнению подвергается эта цифра 39 танков Впрочем, сейчас трудно поверить не только в этот подвиг, совершенный советскими воинами на Буйническом поле Также тяжело представить, как шла война в противоположных окопах Чем занимались, о чем думали немецкие солдаты, одурманенные фашистской идеологией Но все же остающиеся простыми людьми в самых простых человеческих вещах Один из экспонатов выставки – это вот такой вот мешок Подлатанный, но еще достаточно крепкий На нем четко видна вот такая вот птица со свастикой И по одной из версий, это мешок для перевозки корреспонденции, для писем Именно в этом мешке перевозили письма, в которых немцы писали на родину Также заботились о своих, переживали и писали о каких-то горестях или радостях Очки от пыли, коробка от леденцов или рюмка, которую безвестный немец смастерил из гильзы Точно так же, как это делали и советские солдаты Таблетки лозантина для обеззараживания кожи использовались Носили солдаты с собой И при необходимости использовали таблетки, растирали, добавляли жидкость и втирали в кожу Для обеззараживания кожи от отравляющих веществ Мелочи – это подлинные свидетельства хрупкости и выносливости человека Предметы, которые побывали в окопах Великой Отечественной и сейчас, здесь, в Могилеве, в мирное время Все еще пахнут порохом и несут память о живых и мертвых Массовые гуляния 9 мая продолжались в нашем городе до самого вечера И программа их была весьма разнообразной Комсомольский сквер на время превратился в один большой мольберт Здесь прошел конкурс детского рисунка на асфальте Расскажи, пожалуйста, что ты рисуешь сейчас? Сейчас я рисую земной шар, мирный земной шар, который для нас сохранили наши деды и прадеды во время войны У нас идет конкурс, мы рисуем плакаты ко дню победы Это очень большой праздник, так как наши деды, прадеды, также даже наши бабушки и девушек тоже не стоит за счетов списывать Они помогали, они лечили, спасали, готовили Также это и наш праздник тоже, потому что если бы не было праздника победы, не было бы и нас Я рисую танк Т-34, который был самым главным танком в бою Рядом с юными художниками любители караоке пели вместе фронтовые песни Знаменитая смуглянка у могилевчан шла на ура Главный хит второй поющей эскадрильи в комсомольском сквере звучал на бис Я думаю, что военные песни, они помогали нашим дедам, прадедам, бабушкам идти в бой Это была та моральная поддержка, которая не давала им сломаться в те нелегкие годы И поддерживала их моральный дух Я думаю, что эти песни, они никогда не станут старыми и никогда не станут менее актуальными То есть их всегда будут знать и петь Наши родители и наши деды и бабушки и прабабушки, наверное, к нам это приучали и учили нас этому Мы рады этому и поэтому мы славим этот праздник Спасибо дедам за победу На главной аллее сквера работал арт-объект «Стена памяти» На старых фотографиях люди, которые победили в той страшной войне и подарили мир сегодняшним могилевчанам Глядя на эти лица, о чем вы думаете? Благодаря этим людям мы живем в этом мире и мы счастливы И у нас мирное небо над головой А вы? Благодаря этим людям мы сегодня можем быть здесь А в сквере 40-летия Победы прошел танцевальный вечер И, конечно же, могилевчане встретились у звездочета, чтобы вместе отметить 71-й день Победы Праздничным флешмобом Так студенты Могилевского госуниверситета имени Аркадия Кулешова уже по традиции встречают героев Великой Победы Здесь, на открытой площадке у главного корпуса вуза уже собираются первые зрители С минуты на минуту приедут и ветераны, а у нас пока есть время пообщаться со студентами Девчонки, что вы подготовили, что это будет за флешмоб? На этом флешмобе мы покажем три танца по три военных песни для наших героев Мы в конце будем запускать гелевые шары, это будет очень незабываемо и, надеюсь, всем понравится Это будет наш небольшой сюрприз, который мы подготовили для наших ветеранов Мы надеемся, что им понравится очень В холле первокурсницы на всякий случай еще раз репетируют движение Это будущие педагоги, потому и хореография максимально простая Синий платочек, мы сегодня будем под нее танцевать флешмоб Что, может быть, тоже вспоем? Давайте Три-четыре, помнишь слова? Да, да, помним И пусть с тобой нет сегодня любимой родной Знаю, с любовью ты к изголовью прячешь флоток голубой Не помним слова абсолютно Вы, наверное, репетировали по три-четыре, раз, два, три Да, да, мы больше в мелодию вслушивались И, наконец, время флешмоба Умник, как памятный вечер В этот платочек возблечь Как пропожать Без победы! Без победы! Один из гостей сегодняшнего праздника – Владимир Гаврилович Шемпляков Сегодня Владимиру Гавриловичу исполнилось 90 лет Буквально накануне 9 мая, правильно? Вам понравился флешмоб? Праздник понравился, весело Ветеран поспешил в актовый зал на студенческий концерт На сцене звучали военные песни А за сценой молодежь устроила флешмоб уже для сокурсников Неожиданно в толпе под аккомпанемент балалайки и контрабаса Запели студенты факультета музыкального образования Получилось весело и необычно Ведь настоящий флешмоб – это все-таки импровизация На парк? Спасибо Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»